МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Звоните, задавайте свои вопросы, отвечайте на наши. Ну, а я сейчас предлагаю посмотреть все-таки сюжет небольшой про то, как проходил форум Иволга, а потом уже вернуться в студию и будем задавать вопросы и знакомиться с нашими гостями. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В итоге родился проект, в котором используются лица киногероев. Участникам предстоит пройти так называемый ролевой квест, после которого, уверена девушка, даже самый зажатый человек станет общительнее и увереннее в себе. Мы не всегда можем подойти к кому-то и познакомиться, и сказать свою мысль, как-то ее объяснить. А здесь, когда ты в роли, допустим, Алана из «Мальчишника» в Вегасе, или как у нас были литературные герои, там, допустим, этот же Александр Грин, ты можешь подойти и сказать, о, привет, я Саг Галифонякис, я Аллан, я хочу сделать это, это, это. И уже намного проще. В этом году в рамках молодежного форума Иволга-2015 пройдет 9 смен, среди которых и федеральная инновация, и научно-техническое творчество. Здесь среди прочих участников презентовать свой проект будет и Юрий Иванников. Он продемонстрирует работу генератора, использующего силу ветра. Он может быть полезен руководителям каких-то организаций, которые находятся, удалены от объединенной энергосистемы, либо жителям Крайнего Севера, допустим, дачников, которые не удовлетворены ценой или качеством электроэнергии. Одной из основных тем форума по традиции стала политика. О том, какую роль она играет в формировании сознательного общества, рассказал советник губернатора Самарской области Виктор Кузнецов. Большинство слушателей хотели побольше узнать о реформе органов местного самоуправления, которое сейчас набирает обороты в Самарской области. Для гостей из других регионов такая идея стала открытием. Деятельность общественных советов также имеет очень важное значение. И то, что население на самом деле имеет огромные возможности для влияния на органы власти. Именно поддержание своей, скажем так, политики. Отдельно остановились на теме развития в России массового спорта и физической культуры. Как долгие годы оставаться в форме и покорять новые вершины, на личном примере рассказал заслуженный мастер спорта, а ныне депутат Госдумы Александр Карелин. Люди настроены на жизнь, понимая, что они хозяева этой жизни. Их нужно в этом убедить. Убедить в том, что все зависит от их инициативности, от их правильно составленных предпочтений к жизни, от их готовности подчинять свое время достижению цели, а не только радостям цивилизации. На фоне украинского конфликта особое внимание организаторы форума решили уделить дружбе народов, учили понимать друг друга без слов. Для гостей из Китая и Швейцарии работала смена, посвященная сплоченности и дружбе народов. Команда, состоящая из представителей разных национальностей, из конструктора собирали символы дружбы. Несмотря на то, что мы из разных стран и у нас разные культуры, мы приходим на форум, говорим друг друга здравствуйте и общаемся посредством жестов и улыбки. У нас нет особых проблем, чтобы строить что-то вместе. Мы счастливы быть здесь. В этом году в форуме принимают участие более 2000 молодых людей со всего Приворского федерального округа. Идею участников оценят профессиональные эксперты всероссийского уровня. Лучшие проекты получат финансовую поддержку на реализацию. Грантовый фонд форума в этом году 11 миллионов рублей. Напомню, телефон прямого эфира 202-11-22. Сегодня говорим о форуме Иволга. Ну и ждем, конечно, ваших звонков, ваших мнений, ваших приветов. Будем рады, с большим удовольствием примем. Но я же вам сейчас представляю наших гостей. Итак, с нами здесь директор Международного форума ПФО Иволга 2015 Евгения Артегова. Здравствуйте. Руководитель смены «Спортивная молодежь», «Здоровая нация» Кристина Попова. Здравствуйте. И руководитель смены «Политика» Павел Чумак. Здравствуйте. Ну что, мы, конечно, не можем показать все, что происходило на Иволге. Потому что, да, был дневник Иволги, и то туда не все входило. Я так понимаю, что вы уже переварили, пережили, немножко все как бы так вот через себя пропустили. Евгений, ну давай расскажи ты, как вообще у тебя сейчас, спустя буквально несколько дней после закрытия, вот этот мироощущение твое. Все ли хорошо? Все хорошо, на самом деле. Такое количество эмоций, что вот все не передать, да. Юль правильно сказала, что очень много событий. Каждый день у нас были окружены всероссийские мероприятия. Чуть ли не 20 событий было всероссийского масштаба на Иволге. И каждая приносит огромное количество впечатлений, эмоций, новых знакомств, новых экспертов, новых гостей. Конечно, можно говорить о Иволге бесконечно. Ну еще целый год есть, можно периодически встречаться. Целый год можно каждый день что-то про Иволгу говорить. Безусловно, нас порадовали участники форума. В этом году качество участников, их проектные заявки действительно стали лучше. Это отметили абсолютно все гости и эксперты. Конкурс у нас был достаточно высокий, 3 человека на место. И действительно ребята проявили себя, показали себя. И грантовый конкурс у нас в этом году вырос, и проектные заявки получили финансирование. Вот даже вчера непосредственно у нас была встреча молодежи с Николаем Ивановичем Меркушкиным, губернатором Самарской области. Он еще выделил из своего резервного фонда 5 миллионов рублей на поддержку одного из проектов победителей Иволги, студента Аэрокосмического университета, который стал призером форума. Потому что проект, который он предложил, требует действительно больших финансовых вложений. И Николай Иванович вложил эти средства в участника Иволги в аэрокосмический проект. Поэтому действительно возможностей у ребят много, эмоций много, экспертов много. В общем, отлично форум прошел. Так что всем спасибо, кто принимал в этом участие. Мы сейчас будем делиться тогда впечатлениями, эмоциями. Паш, давай ты расскажи, каково это быть руководителем смены, да такой смены, что просто к вам и не подойти политика. Ну ладно уж, политики у нас ребята простые приезжают, еще молодые. Поэтому никаких проблем в коммуникации не возникает. Каково быть руководителем? Ну непросто, как минимум, потому что это особый график. Каждый день рано встаешь, поздно ложишься, нужно подготовить следующий день. Нужно сделать так, чтобы он прошел качественно этот день, чтобы не было никаких заминок ни с экспертами, ни с какими-то мероприятиями уже в неучебное время. Чтобы все четко. Чтобы все было, да, по расписанию, что называется. Ну а вот какие гости, может быть, к тебе приезжали конкретно на смену, о которых хочется сказать? Ну традиционно это Александр Евсеевич Кенштейн, депутат Госдумы. В этом году, к сожалению, не получилось. График очень плотный, не получилось, чтобы он в лагере с участниками пообщался. В предыдущие годы мы ходили к нам в лагерь, пели песни под гитару, он любитель этого дела. Да, да, да. Также к нам приезжали члены Общественной палаты Российской Федерации. Причем, что отрадно, это тоже молодые люди до 30 лет. Это Дмитрий Чугунов, проект СтопХам. Это Павел Сычев, проект Агенты. То есть ребята, которые сами себя сделали и сами добились того, чтобы занять вот эту позицию в Общественной палате Российской Федерации и отстаивать уже на более высоком уровне права. Самое главное приехать просто к ребятам, пообщаться, показать своим примером, что они могут. Хорошо, мне интересно вот теперь у Кристины спросить, у вас смена немножко трансформировалась, название другое. В каком, в прошлом году было другое, да, название? В прошлом году, да, было название «Беги за мной», в этом году у нас теперь более широкое название – это «Спортивная молодежь, здоровая нация». Что нового концептуально может быть в этой смене? Концептуально новая – это наша целевая аудитория, то есть мы расширили ее. У нас в этом году смена делилась на три принципиально разных направления. Это активисты, те люди, которые просто интересуются спортом. Это эксперты, к нам приезжали уже специалисты отрасли, это учителя физической культуры, это тренеры по видам спорта. И третья наша категория – самые смелые 40 человек. Люди, которые боролись с параметрами своего тела и очень успешно, кстати. Участники направления «Боди-революшн». Так, вот мы, я, по крайней мере, лично снимала мальчика, рассказывала о нем у телеканала «Самаргиз». Он похудел на тот момент за три дня на 4 килограмма. Какие результаты есть ли? Итоги. Итоги очень хорошие. То есть каждый человек, во-первых, похудел раз, либо поправился. Мне кажется, это сложно было, там такой темп. Это сложно, но все-таки программа это позволила. Да, получилось. Один мальчик у нас похудел на 10 килограмм. С ума сойти. То есть это здорово, он сам доволен, он просто с безумными эмоциями, с горящими глазами подошел ко мне в конце форума и действительно сказал, спасибо, я буду над собой работать дальше. Ну и действительно плюс в том, что участники не просто худели, они еще работали над созданием своей индивидуальной программы, как они потом после форума будут работать над собой, над изменением своих параметров, над изменением своих физических качеств. Что, соответственно, важно, то есть работа только форумом у нас не заканчивается, у нас такая систематическая комплексная работа дальше. Мне кажется, надо делать отдельный фитнес-лагерь. Вот смотришь какие-то американские программы, да, показывают, куда дети уезжают с избыточным весом, и там целый месяц или два месяца худеют. Кристина, мне кажется, пора взяться за тех страдающих лишним весом ребят в Самарской области, ну или не только, сделать такой лагерь. Мне кажется, спрос должен быть какой-то такой, выдающийся. Друзья, делитесь с вами впечатлениями, эмоциями, если вы были на форуме Иволга, звоните нам, рассказывайте, передавайте приветы своим друзьям 202-11-22. Ну и для вас мы приготовили билеты на спектакль, замечательный спектакль Театра Самарской площади, не такой, как все, нашумевший спектакль и комедия. 3 июля, 18.30. Смотрим на экран, видим забавное фото. Ну, я уж не знаю, кто на нем что видит, но если какое-нибудь стихотворение, частушка, песня родится, не знаю, подпись к этой фотографии, то милости просим к нам в эфир, отдадим вам приз с большим удовольствием. Ну, раз мы говорим о форуме, в этом году сколько человек было, и вообще, как с обеспечением вот всех этих замечательных норм по проживанию, по питанию, по безопасности и по всем остальным вещам? Значит, у нас было 2000 участников. Сумасати. Да, у нас была федеральная смена инноваций технической творчества в космической сфере, куда приехали еще и ребята из других регионов Российской Федерации. То есть не только из Приволжского. Не только из Приволжского федерального округа. Плюс у нас были иностранные участники из Китайской Народной Республики, из Швейцарии. И плюс у нас, конечно, приезжали, у нас было много мероприятий, чемпионат по коптерам, по робототехнике. И у нас была реконструкция. Так что у нас участников все время на поляне было больше 2000. И действительно, меры безопасности у нас были серьезные. Следили за поведением участников, за соблюдением регламента, за поведением на воде, в лесу, там, у костра и так далее. Поэтому в целом все прошло хорошо. Ребята, на самом деле, очень хорошо себя все вели, потому что ехали они туда не развлекаться, а работать над собой, работать над своими проектами. И целыми днями они сидели и делали свои работы. Общались с экспертами, занимались с ними до ночи, мучили их просто до последнего, чтобы доработать свой проект и выиграть грант на его реализацию. Поэтому участники приезжали четко с целью победить, в основном все. Паш, ну вот у тебя в смене политика это женская или мужская у тебя получилась смена? Или 50 на 50? Да, примерно 50 на 50 было. Казалось бы, вроде мужчины у нас больше идут в политику, но девчонки не отстают. Не отстают, все зависит исключительно от активности, от личной, наверное. Поэтому и девчонки приезжают, и парни. Поэтому здесь полный перитет у нас. А правда, что у вас были там какие-то выборы даже свои? Что это было за проект? Выборы у нас были от нового общественного проекта. Это так называемый проект, который будет реализовываться на территории всего ПФО. У нас от каждого региона, от 14 субъектов был представлен такой проект. И мы в рамках форума провели выборы, и участники проголосовали, выбрали три наиболее показавшихся им хороших проекта. Потом Михаил Викторович Бабич совместно с членами молодежного совета ПФО приняли решение о том, какой же проект все-таки это будет. Интересно. Так, Кристина, а у тебя, кроме того, что вы там худели, занимались физкультурой, были встречи с интересными людьми? Кроме Карелина, кто еще к вам пожаловал на смену? У нас на самом деле в этом году очень хороший был экспертный состав, очень много было вип-гостей. Это, естественно, как вы уже сказали, Карелина Александра Александровича к нам приезжала, которого участники просто не хотели отпускать со встречи. Да сколько фотографий было выложено в социальной вестнице. Журова Светлана Сергеевна, которую тоже участники не хотели отпускать. Вот. Также к нам приезжал Голубев Юрий Николаевич, негласный это тренер правительства, членов правительства. Очень интересный человек, который два дня проработал с нашими участниками с утра до вечера. Он с ними и тренировался, и беседовал, так как сам является абсолютным чемпионом России по бодибилдингу. Вот пример для многих. Да, да, да. Также к нам приезжали очень многие спортсмены, олимпийские чемпионы, а также чемпион Европы по бодибилдингу. Поэтому участникам было с кем пообщаться в рамках форума. С ума сойти. Ну а как вот эти все эксперты? Они, Жень, сразу соглашаются? Вы же с ними ведете переговоры какие-то. Мы приглашаем наших экспертов от имени дирекции форума, от правительства Самарской области, от аппарата полномочного представителя президента. Большинство откликаются. Если не приезжают, то это исключительно из-за плотного графика своей работы основной. Но в целом всех, кого мы пригласили, те приехали. И, конечно, эксперты, которые у нас были, ну вот те люди, которые максимально уделяли свое внимание ребятам, чем отличается наш форум от других всероссийских площадок. Потому что у нас индивидуальный подход к каждому участнику. Есть возможность остаться, пообщаться, задать вопросы, доработать свой проект вместе с экспертом. Конечно, такой возможности на других форумах, ну, редко бывает. Мы этим гордимся, развиваем это. И у нас всегда живут на поляне постоянно пул экспертов, которые действительно 24 часа в доступе для участников. Вот. Так что для ребят это большая возможность. Ну вот ты сказала, что грант в этом году достаточно большой, 11 миллионов. Мы услышали, какие еще бонусы, поощрения были для победителей участников? Значит, у нас 8 миллионов рублей. Это гранты от полномочного представителя президента в Прилузском федеральном округе. 3 миллиона это от Федерального агентства по делам молодежи на федеральную смену инноваций технического творчества. Это и грантовый конкурс «Умник» тоже для ребят с сменой инноваций технического творчества. 15 миллионов рублей, если не ошибаюсь. Соответственно, у нас была поддержка проектов самарских по предпринимательству от Министерства труда и труда Самарской области. Ну и всевозможные бонусы от наших партнеров. Это и поездка на Байконур от РКЦ «Прогресс». Да, это и поездка в туристических поездах на разные направления от РЖД, от Куйбышской железной дороги. Это поездка в Германию. Три поездки для победителей смены предпринимательства. Это Первобанк поддержал. То есть у нас еще большое количество бонусов было отдельно от смен. Ну и, конечно, йотафоны, планшеты. Майки, кепочки. Майки, кепочки. Призов был в этом году, ну просто. По сумме мы посчитали, грантовый фонд составил 30 миллионов рублей. Еще вот вчера 5 миллионов рублей губернатор давал конкретному проекту. То есть это уже 35 миллионов рублей. Побили все возможные рекорды предыдущих лет. Слушайте, ну, друзья мои, это действительно достойно. Ну, а я хотела бы, наверное, сейчас еще раз напомнить телефон прямого эфира 202-11-22. В ближайшее время к нам сюда в студию присоединятся руководители и участники также молодежного форума Иволга. Я так понимаю, что новая смена Патриота у вас в этом году. Об этом мы расскажем чуть-чуть подробнее. С Кристиной и Павлом мы прощаемся с Женей. Еще нет. И давайте посмотрим сюжет тоже о жизни форума, как это было из первых уст наших корреспондентов телеканала Самараги. И вернемся в студию. Сейчас мы в буквальном смысле являемся частью вселенной. Стоим в букве О в слове «космос». Вся Иволга собралась на одной площадке. Это самое массовое событие за всю историю форума. Флешмоб вселенского масштаба охватил Иволгу в день спорта и здоровья. Участники форума выстроились в слова «Иволга-космос», который сфотографировал пролетающий мимо спутник ресурс «П». В каждой букве более сотни человек. В ожидании космического фото, танца и веселья. Ощущения вообще невероятные для меня, это впервые. Я вообще не знаю, что получится, очень много народа. Это круто на самом деле. Потом, надеюсь, я получу эту фотографию. Надо занять какое-нибудь место, чтобы потом для себя отменил. Круто. Круто вообще. Увидят нас в космосе. Флешмоб символичный. Спутник, запечатлевший ребят, был запущен одновременно с Иволгой в июне 2013 года. Да и слова, которые теперь красуются на космическом снимке, не случайны. Иволга – это форум, на котором есть аэрокосмическая тематика. Ну и, конечно же, Иволга – форум, который космический, в плане того, что он суперский, классный, интересный и привлекает в себе очень много талантливых, интересных ребят. В День спорта участники молодежного форума с головой окунулись в здоровый образ жизни. Специально для ребят – бесплатная диагностика. Проверить объем легких, определить количество жировой массы в организме и даже пройти тест на ВИЧ-инфекцию. Т-система по слюне, неинвазивная, очень проста в проведении. У нас 100 человек прошло, очередь стояла, вот только закончилась. Проверив здоровье, ребята отправились на спортивные соревнования. Взобраться на скалодром, одолеть соперников в армрестлинге, научиться ходить на джамперах. Участница смены «Ты предприниматель» Анастасии Рогожиной железные ходули все же покорились. Это очень здорово, очень-очень просто непередаваемое ощущение, потому что я всегда хотела попробовать, попрыгать на джамперах. Для самых сильных и ловких – волейбол, кроссфит, надувная полоса препятствий, метание ножей. Также участники форума смогли сдать нормативы ГТО. Лучше всех готовыми к труду и обороне оказались ребята из Самарской области. Ну что, продолжается наш эфир, посвященный форуму «Иволга-202-11-22». Телефон прямого эфира. Звоните нам, задавайте свои вопросы. Хочу еще раз, может быть, напомнить, что у нас идет розыгрыш и фото вопроса у нас висит. Друзья, ну посмотрите на эту замечательную, отдыхающую. Может быть, это вы кого-то узнали из своих друзей, знакомых. Может быть, родится у вас какая-нибудь мысль, строчка, частушка, стихотворение. Звоните. Ну и вдогонку, наверное, сейчас стоит вам задать еще один вопрос, чтобы вы не скучали. Мы разыгрываем сертификат на игру «Дело-номер» от «Квест-тайм», «Квест-игра». Я думаю, что можно смело тоже хорошо время провести в ближайшие выходные. Назовите-ка, знатоки нам Шерлока Холмса, самое первое произведение о знаменитом детективе Шерлоке Холмсе. Звоните, если знаете. 202-11-22. Я же вам представляю наших следующих гостей. С нами здесь теперь руководитель смены «Патриот» Евгений Ривкин. Здравствуйте. Добрый день. Предсоединился к нам Алексей Богомолов, победитель смены «Поколение добра». Здравствуйте. И директор Международного форума «Иволга-2015» Евгения Артегова осталась. Женя, еще раз тебя приветствую. Евгений, ну расскажите, как так случилось, что новая смена образовалась на форуме «Иволга»? Ну, к моменту образования нужно все-таки, наверное, вопрос задать директору нашему, уважаемому Евгению. Потому что лично она приглашала в конце января, начало февраля. То есть была какая-то мысль, идея, да? Мысль, потому что этот год у нас юбилейный, 70 лет победы в Великой Отечественной войне. У нас ежегодно проходили мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби. Наш форум выпадает как раз на эти даты. И у нас в 2013 году был слет поисковых отрядов, в том году у нас был слет реконструкторов. Но это логическое продолжение. Мы решили выделить отдельное направление, желающих действительно много. В этом году был на смену «Патриот». И мы не жалеем, что действительно эта смена состоялась с большим успехом. И, конечно, я думаю, сейчас Евгений расскажет подробно, что там было, что происходило. Но в целом, конечно, мы очень рады, что эта смена состоялась. Ну, давайте, Евгений, рассказывайте. Что интересного было у вас? Ну, самое интересное, что было у нас, это яркие, активные, позитивные участники, которые съехали со всех регионов ПФО, поскольку смена впервые. И была настороженность, что, может быть, не всем тем, кто действительно реально хочет принять участие, удастся принять участие в этом молодежном, нашем международном форуме прекрасном. Получилось так, что представители не только поисковых отрядов, не только военно-спортивных клубов, клубов исторических реконструкций, но и просто девушки-юноши, которые занимаются и являются волонтерами, которые участвуют в мероприятиях таких, как «Парады памяти», «Ленточка Георгиевская», «Ветеранам заботы в глубинку». То есть во всех тех ежегодных, ежемесячных, проходящих в малых и больших городах и селах, поселках наших регионов ПФО, они заявили о себе, они наконец-то получили открытую, яркую, четкую возможность встретиться, объединиться, поделиться успехами, поделиться своими впечатлениями, контактами с тем, чтобы в будущем уже вместе, в едином направлении выстраивать свои отношения. Ну и, соответственно, с тем, чтобы какой-то базис, вот действительно первый этот опыт, он был, он стал новой трамплином, новой площадкой для последующих смен «Патриот», о чем мы тоже надеемся, в рамках «Эволги». То есть будет смена в следующий год? Решили оставить, это же хорошо. Кто приезжал к вам в гости? Какие, может быть, люди интересные? У нас был тоже огромный пул экспертов, который не только по тренинговой программе, но и экспертов конвейер-проектов приезжал, плюс еще встречи с заявленными. Это, во-первых, герой Российской Федерации, герой Советского Союза, те, которые принимали участие в боевых действиях в Республике Чечне, соответственно, в Демократической Республике Афганистан, были герои Российской Федерации летчики-космонавты, Возвутлен Александр Сергеевич, Александр Иванович, прошу прощения, был герой Российской Федерации наш самарец, полковник запаса Станкевич Игорь Валентинович, соответственно, командующий второй армии Баранов Александр Иванович. Было огромное количество заявленных, к сожалению, спортсменов, не все успели до нас дойти, к нашей палатке, «Патриот», поскольку огромная очередь стояла, но неожиданно к нам приехали те же самые ночные волки, вот, да, кого мы, допустим, не ожидали, да, вот приехал Андрей Слобожанин, и огромный успех просто-напросто не только в площадке нашей смены «Патриот», но и в целом на всем форуме, поскольку заявлены байки, с утра мы как-то объявляем, что если вы услышите, не надо сразу сбегаться из всех палаток к нашей «Патриотической», но все-таки вот достаточно большой фурор, интерес, и ребята не только в нашей смене к нему проявили. Плюс к этому, руководители десятков клубов исторических реконструкций, десятков военно-патриотических клубов, на основе которых вот больше ста человек заехало, это безумная была ночь для логистов, для нашей суды логистики на форуме с 20 на 21, и с 21 на 22, поскольку благодаря только их усилию, их инициативе, творчеству, и, собственно, состоялась вот та реконструкция, о которой шла речь, ну и огромная, конечно, спасибо хочется выразить Черковскому, Александр Борисович, за то, что он во голове тройки самолетов сам лично принял участие в грандиозном вот этом вот воздушном шоу, в воздушном пилотаже, тоже изюминка целая стоялась. Отдельное спасибо казачеству нашему, Самарскому, Самарское окружное казачье общество, не только выделило из своих рядов, да, совершенно верно, у нас отдельный как бы отряд был казачий, который предоставил своих инструкторов, предоставил своих воспитанников, предоставили целую выездную программу на лошадях, джигетовку и в литажировку, и вот 22-го числа, соответственно, все это было показано нашим ребятам, причем именно не с точки зрения каких-то, ну, скажем так, умудренных опытом казаков, а именно вот молодежь. Мальчик был, по-моему, лет 10-11 вообще, который вот, ну, просто показывал такие чудеса, абсолютно, да, девушки, юноши от возраста наших участников. Плюс к этому мы привлекли с помощью Департамента молодежной политики Самарской области показательное выступление отрядов ОМОН, тоже 22-го числа, интерактивная площадка службы России работала, плюс у нас был чемпионат смены по страйкболу, по лазер-тагу, плюс еще чемпионат был смену по прикладным видам спорта и... И телемост с Брестом у нас был. Телемост с Брестом, да, совершенно верно, состоялся. Соответственно, президент общероссийского общества в военно-спортивном союзе Николашникова, лично сам генерал-насцент Юрьев приезжал и по итогам проведения смены, по итогам проведения соревнований по военно-прикладным видам спорта она горжала ребятам настоящими медалями общества ВСС Калашникова. Так что достаточно большое... Не пожалели, я думаю, что решили эту смену провести. А у нас есть телефонный звонок, давайте принимать. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, Ирина. Ирина, наслышаны ли вы о форуме Иволга? Ну, я думаю, что если будет желание, обязательно найдите на нашем сайте архивы наших выпусков, дневник Иволги, посмотрите, это невероятно, очень интересно и познавательно. Вы, я так понимаю, хотите у нас принять участие в конкурсе, в каком? Ну, я хотела бы выиграть билет на спектакль. Так, тогда давайте нашу замечательную, расслабляющую, релаксирующую пляжную фото в студию. Что вы придумали? Ну, мне кажется, у нее такой мечтательный вид. Вот пришла в гуму представитель Австралии переваривает впечатления от форума Иволга. Спасибо, я думаю, это действительно претендент на победу. Представитель Австралии в следующем году не собирается посетить. Возможно. Спасибо большое, оригинальный ответ, приз ваш, билеты пригласительные на спектакль не такой, как все. Спасибо большое. Но у нас по-прежнему висит еще вопрос на участие в квест-игре «Дело номер». Это детективный квест от «Quest Time». И вопрос, тоже связанный с самым известным детективом всех времен и народов. Назовите все-таки самое первое произведение о знаменитом детективе Шерлоке Холмсе. Это 1887 год, естественно, Артур Конан Дойль. А как называлось произведение, если вы знаете, будем ждать вашего звонка. Хорошо, хочу теперь обратиться к Алексею. Алексей не руководитель, но победитель, что тоже почетно и здорово. Расскажи немножко про себя и как ты решил принять участие в форуме. Участие в форуме я принял решение, что посещу данный форум не так давно, в принципе, где-то за полгода довольно-таки. Наша организация вообще работает с 2012 года. Это Самарская региональная общественная организация по защите прав потребителей. Мы работаем в сфере общественного контроля, проводим мониторинг хозяйствующих субъектов на наличие нарушений в сфере закона о защите прав потребителей. То есть полезная, нужная работа. Абсолютно верно. Именно на данный форум мы привезли проект по продовольственным товарам. То есть здесь идет просроченная продукция в торговой точке. Это информирование как населения по закону о защите прав потребителей, так и непосредственно продавцов. Потому что по мониторингу мы увидели, что, к сожалению, у нас потребители не обладают даже достаточным уровнем правовой грамотности, чтобы, приходя в торговую точку, знать свои права, что они имеют право делать, какие их права и какие обязанности непосредственно продавцов. Данный проект получил поддержку на данном форуме. Это очень отрадно. Мы стали лауреатами. Выиграли как раз поездку на Байконур. Так. Когда состоится поездка на Байконур? В течение года до следующей Иволги. Обычно нас заранее информируют, на какой именно запуск можно поехать, потому что это все достаточно серьезно. И там специальные самолеты из Самары вылетают на Байконур. Там и экскурсия по Байконур, и музею, и где живут космонавты, и центр подготовки. В общем, там у ребят полноценные экскурсии. И, соответственно, они смотрят на запуск ракеты-носителя. Представляете, Алексей, какая у нас есть возможность? Это вот раз в жизни такая возможность, мне кажется, выдаются. Не каждому. Боже мой, как я завидую. Но, тем не менее, вы молодцы. Что делать будете в итоге? Вы, я так понимаю, получите грант какой-то, да? Ну, грант мы, надеюсь, все-таки в дальнейшем получим. Уже непосредственно от местных властей. Поэтому, в принципе, в любом случае мы данный проект будем реализовывать, независимо от того, будет ли у нас грант, либо не будет. Потому что все-таки именно общественный контроль очень важен в сфере гражданского общества. И существование самого гражданского общества без общественного контроля. Но оно, как правило, это очень важная задача. И мы в любом случае будем, конечно же, выполнять. Молодцы. Отрадно. Действительно это значит. Да, я хочу отметить, что на самом деле проекты, которые и победили, и не победили, у них большие шансы для того, чтобы развиваться. Которые победили, понятно, им помогает финансово. Мы следим, хочу отметить, за реализацией проектов, как финансирование идет. Обязательно три раза отчетность в год. Промежуточные две отчетности, итоговая отчетность, чтобы не казалось, что вот деньги получил, и на, гуляй, вот тебе 300 тысяч, развлекайся. Нет. Это очень все серьезно, строго, отчетность. Обязательно все должно быть целевое. Никаких заработных плат участникам. То есть это все идет на развитие проекта «Дело». А что касается участников, которые, допустим, не победили, мы здесь оказываем административную поддержку и нашими общественными организациями, молодежным парламентом, вузами Самарской области, и многие проекты и без финансирования легко реализовать, если действительно собраться дружной командой, и просто при поддержке общественников это можно все сделать. Поэтому у всех есть жизнь. Дерзайте. Самое главное, было бы желание, ну и не бросать, как говорится, не откладывать. Ну не получилось у нас, мы не будем. Нет, друзья, если вы нас смотрите, не опускайте руки, двигайтесь вперед. Еще один сюжет у нас есть с Иволги, я предлагаю его посмотреть и вернуться в студию. Спорт – лучшее лекарство от всех болезней и отличный способ завести новых друзей, считает Александр Никулин. Для детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, занятия физкультурой – шанс наполнить свой мир яркими красками и достичь небывалых высот. Помогать ребятам посредством кикбоксинга, дзюдо и кроссфит-тренировок, пока собирается на своей малой родине в Перми. Есть дальние, отдаленные детские дома, какие-то реабилитационные центры, которыми никто не занимается, у них там бывает нет физруков, ну нет вообще, не предусмотрено. То есть мы в рамках нашей программы будем приезжать и таким образом поднимать им настроение, как-то их социализировать, реабилитировать. Каждый день на Иволге у ребят плотно расписан. Образовательная программа, практические занятия, спортивные игры и уникальная возможность познакомиться с известными людьми. На этот раз к участникам смены «Патриот» приехали бравые байкеры, знаменитые «Ночные волки». Я перенасытился впечатлениями лучших представителей российской молодежи. Прогрессивные, смелые, желающие познать опыт старших поколений, для того, чтобы на своем пути не совершать ошибок. Игра в городки, плетение косичек и чемодан чепухи, точнее мягких игрушек. Ребята из смены поколения добра не перестают дарить участникам радость. Их задача – собрать деньги на лечение тяжело больной девочки. На соседних площадках футбол и молодецкие забавы. Здесь же можно и порукозельничать. Арома-сувенир – кофейная игрушка. Кофейная, потому что ткани, с которой ее делали, вымачивали в кофе с добавлением корицы, ванили и всего, что вкусно пахнет. Каждое такое изделие – поле для творчества. Например, к этому котику мы можем привязать ленточку, красиво ее расправить. И теперь частичка Иволги поедет со мной домой. Ну, что касается частичек, так уж, наверное, набрали эмоции, впечатлений, фотографии. Кто-то укусов комаров, кто-то каких-то ссадин. Но, тем не менее, знакомостей, друзей, я думаю, действительно, превеликое множество. И самое главное, что даже есть пара, которая, я так понимаю, скоро поженится. Это ребята, которые сделали на торжественном построении, на зарядке. И мальчик сделал предложение. Я могу сказать, что Иволга создала много уже пар. Это вот такое событие было, которое действительно все увидели. У нас на форуме молодой человек. Организатор сделал предложение главному инструктору смены форума. И действительно, мы когда смотрели, у нас слезы на глазах были. Потому что Иволга не только помогает ребятам реализовать проекты, но и создать семьи. И у нас много и организаторов, и участников, которые... Даже есть ребят, которые с 13-го года уже создали семью, родили ребенка. Надо отдельную смену делать. Молодые семьи и волги. А почему нет? Семейная традиция сделать целую смену к Патриоту. А там, глядишь, через пару лет, и детская какая-нибудь семена на Иволге появится. Мне кажется, все это действительно очень интересно. Но если подводить какие-то итоги, вот Иволге 2016, так понимаю, быть. Что-то задумали коварное? Коварного, конечно, нет. Мы будем расти, развиваться, открывать границы и для международных участников, и для участников с Российской Федерации. И будем думать о новых конкурсах, новых чемпионатах, новых направлениях. Мы каждый год удивляем всех, и растем, развиваемся. И каждый год все говорят, что эта Иволга гораздо лучше, чем предыдущая. И надеемся, что Иволга 2016 будет порядком выше, интереснее, чем Иволга 2015. Но каждая Иволга для нас – это наше действительно сокровище, наша любовь, потому что мы очень много вкладываем в Иволгу души, наших эмоций. И стараемся сделать все, чтобы участники были довольны, счастливы и могли реализовать действительно свой потенциал, потому что это все делается для них. У нас остается буквально несколько секунд. Евгений, поедите на следующий год? Поеду. Если не участникам, то и экспертам. Если не экспертам, то если пригласят организаторам. Вопрос в том, чтобы не потерять час, ребята, вот об этом Женя уже говорила, чтобы это не было мероприятием от и до, а чтобы в течение года, и тем более работа сейчас, она продолжается, уже десятки звонков, вот буквально пару дней прошло после форума, а продолжение работы, вот в эти выходные мы опять встречаемся, проводим соревнования. Кипит работа. Да. Леш, ну а ты не теряешь надежды? Нет, конечно. Все будет? Все получится? Обязательно. Ну что ж, искренне вас благодарю за то, что пришли к нам на эфир. Вам, друзья, большое спасибо за участие в программе. Всего доброго, до встречи. Субтитры подогнал «Симон»!